Здравствуйте, уважаемые подписчики. В этом ролике также постараюсь ответить на ваши вопросы и расскажу о миорелаксанте. Огромное количество вопросов на канале. Очень часто спрашивают о том, в чем специфика этих препаратов. Они совсем так известны, как те же нестероидные противовоспалители. В этом ролике разберемся в специфике, дам советы, разберемся, когда назначается. И, конечно же, вот эти тонкости, все детали, все мелочи, все разберем. Итак, начнем. Поговорим о миорелаксантах на примере тизанидина. Их не так уж и много, миорелаксантов. В основном вам известны такие, как баклофен-баклосан, толперизон-видокалм, тизанидин-сердалут и другие. На примере тизанидина расскажу о специфике, потому что тот препарат, который обладает определенной такой силой эффекта, действительно неплохо помогает и в целом довольно-таки часто назначается. Тизанидин – это такой вот миорелаксант центрального действия. Очень часто путается с препаратами, которые назначаются нам при спазмах, гладкой мускулатуры, при спазмолитиками очень путается. Это альфа-адреномиметика, поэтому по специфике это средство, влияющие на нервно-мышечную передачу. Если сразу же вот немножко так вот открыть скобки и рассказать о тех подробностях, когда он назначается, это целый спектр, огромное количество различных патологий, либо как основной препарат, который работает, потому что не устану повторять о том, что около 80% всех болевой симптоматики при остеохондрозе, дегенеративно-дистрофическом заболевании позвоночника, является именно мышечный компонент. Очень часто спрашивают о том, как лечить миофасциальный синдром, мышечно-тонический, как бороться с триггерными точками. Вот один из вариантов такого вот лечения являются миорелаксанты. Показанием является гипертонус мышечный. Это один из таких вот ведущих. Также в комбинации при таких патологиях, как тот же рассеянный склероз, поражение пояснично-крестцового сплетения, поражение шейных корешков, получается, при серингомейлии, болезни, патологиях спинного мозга, мейлопатиях. Часто также рекомендуется на восстановительных этапах после такого тяжелого заболевания, как инсульт, при спастичности и других не менее таких вот легких нарушениях. При церебровоскулярных нарушениях, при артритах, патологиях сустава. В целом вся вот дегенеративно-дистрофическая патология, включая радикулопатии, поражение корешков, грыжи дисков, различные смещения тел позвонков и другие состояния. Судороги, спазмы – это все является показанием по своим действиям. Это миорелаксант и миорелаксант центрального действия по своей специфике этого лекарства. Действительно обладает таким выраженным эффектом и как одно из частых таких вот побочных явлений – это сильная седация, снотворный такой седативный эффект. Не вызывает зависимости и часто рекомендуется даже просто с той целью, чтобы пациент выспался, расслабился. Стимулирует прессинаптические альфа-2-адренорецепторы спинного мозга, подавляя высвобождение медиаторов аминокислот, которые стимулируют, если вот так вот, энметил, диаспартат, то есть анодорецепторы. И что приводит к угнетению полисинаптической передачи возбуждения в спинном мозге. Осуществляет регуляцию тонуса, той же скелетной мускулатуры. И этот механизм, он отвечает за, то есть избыточный тонус и подавление мышечного тонуса. То есть он снижается, этот мышечный тонус. Снижает ригидность мускулатуры, что очень важно. Дает такой дополнительный объем движений, улучшает мышечный тонус и уменьшает склонность к тем же судорогам, спазмам, увеличивает силу сокращения, нормализует все эти мышечные процессы. Ту же нейромышечную получается передачу. Назначается очень часто, действительно, очень такой популярный препарат. В целом может назначаться и неврологами, и терапевтами, хирургами, другими специалистами. При патологиях спазмах мышц, при заболеваниях позвоночника, те же спондилезы, серингомиилии, шейные, поясничные синдромы, гемиплегии. Также может назначаться после хирургических операций, после удаления той же грыжи, когда есть та же спастичность, боли. И в целом это спастичность и боли, которые могут быть вызваны любой неврологической патологией. При рассеянных склерозах, хронической мелопатии, нарушениях мозгового кровообращения, черепно-мозговых травмах и других мышечно-тонических состояниях такого центрального генеза. Повторюсь еще один раз. Он влияет на скелетную мускулатуру. Не путайте с препаратами, которые влияют на гладкую мускулатуру, являются спазмолитиками. И по показаниям это другие препараты, и по специфике, по той работе, которую выполняют, конечно же, это будут и другие механизмы, и другая специфика. Да, действительно, иногда бывает гиперчувствительность к этому препарату. Не все переносят его одинаково. Не занимайтесь самолечением. Противопоказанием может быть тоже нарушение печени, какие при многих других, получается, ну, является противопоказанием при ряде других лекарственных препаратов. Также беременность, период грудного вскармливания и другие, получается, состояния. Также не показан детям до 18 лет, поэтому иногда вот встречал, что деткам назначают миорелаксан. Повторюсь, довольно-таки эффективен. И здесь нужно оценивать эффективность и безопасность, что очень важно. По ограничениям это умеренные, выраженные нарушения функции печени. Будьте очень внимательны те, у кого низкое давление, удлинение, артериальная гипотензия является тоже таким определенным ограничением. Будьте очень внимательны те, у кого брадикардия, то есть не такое частое сокращение сердца, если вот простым языком вам объяснить. И когда есть снижение, получается, интервала удлинения QT. Также возрастным пациентам старше 65-ти будьте очень внимательны. И контролировать функцию сердца, мониторить ЭКГ, это тоже рекомендую. Болезни почек, почечная недостаточность, это так же, как и при ряде других, получается, вот патологиях. Будьте очень внимательны, тут надо аккуратно быть, в принципе, со всеми лекарственными препаратами, потому что это может, в свою очередь, тоже навредить. При вскармливании грудью, беременным, все это является тоже определенным таким противопоказанием. По уровню доказательности, сейчас очень любят доказательную медицину, очень часто на нее ссылаются. FDA ценила это категорией C. То есть, есть доказательная база, действительно, препарат, который работает. Еще раз скажу о том, что не занимайтесь самолечением, обращайтесь к специалистам, потому что правильно поставленный диагноз, правильно подобранное лечение – это такой успех вашего выздоровления и хорошего самочувствия. Также будьте очень внимательны, при одновременном применении тизонидина с ингибитором изоферментов CIP1A2, он может повышать концентрацию тизонидина в плазме крови, и здесь может быть, получается, передозировка. Также может быть удлинение интервала QT. Могут перепутать с таким острым сердечным состоянием. С флокосамином или с цифрофлоксацином тоже не рекомендуется принимать. Согласовывайте, если у вас назначено один или более несколько препаратов, будьте тоже очень внимательны. То, о чем я уже говорил, также будьте очень внимательны у тех, у кого есть препарат от давления, потому что у вас препарат от давления плюс этот препарат, и перестарайтесь, будет давление очень низкое. Также не советуется прием с рефомпицином. Курение является тоже одним из противопоказаний. Ну и, конечно же, этанол. Совместный прием нескольких миорелаксантов тоже. Будьте очень внимательны. Шревато теми же побочными эффектами и передозировками. Как правило, назначается в такой тройной комбинации, наверное, многие из вас уже заметили. Первый идет нестероидный противовоспалительный. Это при патологиях позвоночника. Второй – это препарат, ингибитор протоновой помпы. Это препараты по типу амепрозола, амеза. Ну и следующий идет, конечно же, миорелаксант. Это такая вот излюбленная схема огромным количеством врачей. Поэтому часто вам будут назначать этот препарат, и вы уже будете знать, как он работает и в чем его специфика. Задавайте вопросы, подписывайтесь на канал. Всем спасибо. Встретимся в следующем ролике. Всем пока. Надеюсь, у меня получилось ответить на ваш вопрос. Всем пока.